Отведайте блепушка нашему. Делегацию из Поднебесной сочинские школьники встречают в русских традициях с хлебом с солью. Китайцы с удовольствием пробуют на вкус ароматный каравай. Песнями гостей из города Ханчжоу приглашают отведать традиционную русскую кухню и местные блюда. На столе блины, хачапури и компоты с фейхуа. Дети еще долго не отходят от угощений. Говорят, очень вкусно. У нас в Китае тоже есть блюда, похожие на блины. А русские блины я пробую первый раз. Это очень вкусно. Подкрепившись, школьники из Китая отправляются на экскурсию, знакомятся с музеем. Сотая школа – одна из самых новых в Сочи. Ее построили в селе Веселое к Олимпиаде семь лет назад. И одна из самых многонациональных. Здесь учатся 2200 школьников, представители 20 народностей. Мы все очень разные в России, с разными культурами и традициями. Но мы все вместе, мы толерантны. Цель визита китайцев в Сочи – культурный обмен. В город на два дня приехали 24 школьника и 5 педагогов из города Ханчжоу. Сотая школа – это показательная школа Адлерского района. Хотим рассказать детям, как обучаются наши российские школьники, в каких кабинетах, в каких актовых залах, как они занимаются спортом, какие у них увлечения. С культурой нашей страны школьники из КНР познакомились еще ближе, посмотрев концерт, подготовленный сочинскими ребятами. Большим сюрпризом для гостей стали подмосковные вечера на китайском языке. Кстати, китайский в Сочи становится все популярнее. Его преподают в нескольких школах, трое выпускников даже сдавали ЕГЭ по этому языку. Ну а такое неформальное общение школьников, уверены организаторы, может стать основой для укрепления дружбы между народами. Очень удивил город и сама школа. Все современное и красивое. Наши страны дружат между собой. Мы хотим, чтобы дружба между нашими народами начиналась еще с детства. Мы планируем пригласить сочинских ребят к нам в декабре с ответным визитом. Кстати, сотая школа хорошо знакома с культурой и традициями Китая. Во время всемирных хоровых игр она уже принимала делегацию из Народной Республики. Мы принимали китайский хор слабовидящих детей. Это было очень трогательно. Они пели как ангелы. Наши дети водили их за ручку и общались с ними. Язык музыки, язык искусства и дружбы, он абсолютно не требует перевода. И действительно, для теплого общения не нужен переводчик. Вот они уже все вместе играют в кошки-мышки, учатся делать свечи из вощины с кубанскими травами и осваивают городецкую роспись. А завтра гости из КНР отправятся в Большой Кичмай. Там они увидят самое большое в стране тюльпановое дерево, посмотрят, как готовят адыгейский сыр и как растет самый северный в мире чай. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.